Как вот вы считаете, что женщина в мужчине больше всего ценит? Какие качества? О! Кто сказал? О! Молодчина! Как женщины, согласны с этим? Да! Главное это ответственность. То есть, если мужчина берет ответственность за семью, за жену, за детей, то такая, значит, женщина в виде такого мужчины скажет, да, с ним стоит дела иметь. А если он безответственный, то кому он нужен? То есть, семьи уже создать невозможно будет. Поэтому мужчина в первую очередь нужно осознать, а зачем семью ему создавать? Вот многие сейчас говорят, да не понимаю там. То есть, зачем жена нужна? Как такая узаконенная проститутка для утехи или для чего нужна? К сожалению, большинство молодежи сейчас не задумывается об этом. Как и девочки не задумываются, зачем замуж выходить, так и большинство юноши. А нам нужно осознать, что у нас как бы испокон веков был родоплеменной строй. То есть, наши предки так жили. И нам нужно осознать, что без таких взаимоотношений, ну, мы просто не сможем дальше жить. То есть, вы видите, сейчас семьи разрушаются. То есть, детей без призорников больше, чем после Отечественной войны. То есть, к чему все это приведет? А просто вымрем, как мамонтик. Так же? Поэтому нам нужно вспомнить те ценности, которые опреследовали наши предки. То есть, есть такое понятие, как священного. Вот выйдите сейчас на улицу и спрочите у молодежи, а что для тебя священно? И вот толком не смогу ты объяснить. А ведь священность для нас это то, без чего мы жить не можем. Вот семья для нас была священная, так же? Дети для нас священные были, так же? То есть, племя, род, народ, родина. Вот эти понятия у нас были священные, так же? А сейчас большинство не понимает, что такое священное и вообще, чем его едят и для чего это нужно, это священное. А нам, в первую очередь, нужно сказать, что священное это то, без чего мы не можем жить. И вот нам нужно разобрать, а что для нас священное? Без чего мы жить не можем? И вот это нужно восстановить. То есть, если мы вот эти ценности не восстановим, а будем стритозовать тем ложным ценностям, которые сейчас нам навязываются. То есть, разврат в семье нам сейчас навязывается, алкоголизм, наркомания навязывается, пропагандируется это все. Любой фильм возьмите, там, выпивка, курева идет, так же? То есть, специально нам навязывается все это. А для нас истинные ценности совершенно другие. И нам нужно осознать и поднимать именно пропаганду, вернее, проповедовать то, что нам действительно свято. Если вот мы эти ценности не осознаем, а будем идти за ложными ценностями, ну, понятно, вымерем. Просто как мамонты вымерли, так и мы вымерли. То есть, вот это вот понятно, да? То есть, ответственность именно в создании крепкой семьи. То есть, для нас это понятие священного. То есть, если мы не осознаем, насколько это нам важно, то какое будущее? Вот сейчас большинство семей там одного-двух детей имеют, так же? А наши предки что заповедовали? Поскольку детей нужно? Как минимум 16, так же? Вот если взять еще там, несколько десятилетий назад были полноценные семьи, так же? И крепкая семья, у которой было много детей. То есть, какой самый лучший пенсионный фонд? Куда нужно вкладывать? Деньги нужно вкладывать? Силу, энергии, способности? Да вкладывайте в своих детей, во внуков, правнуков. Тогда старость вам будет 100% обеспечена. Так же? Что нам выгоднее? Рассчитывать на какую-то пенсию, на которую смехотворное, так же? Ну, это глупость просто-напросто. А наши предки заповедовали выкладывать свою силу в своих детей. Ну, тогда и нормальное общество будет. Тогда и старики будут обеспечены, там. И молодежь правильно будет воспитывать. То есть, когда рода племенной строй, то кто воспитывает детей? Вот как вы думаете, ну, нормальный человек может отдать своего ребенка воспитывать незнакомому человеку? Ну, как вот это можно? Ну, вы теперь подумайте вот чуть-чуть. Что может из этого хорошего получиться, когда незнакомые люди неизвестно с какой целью воспитывают вашего ребенка? Ну, как вот объясните, как это можно своего ребенка в детский садик отдать в школу незнакомым? Неизвестно, чего они там ему там, да? Ну, я знаю, в Сарикамске там скандал там был, что на урок приглашают мужика, и, значит, практикум-семинар обучается ему презерватив там одевать, девочки ему начали. Не слышали скандал был в Сарикамске? Ну, и что? Вот как вот отдавать кому-то? То есть, ну, нас по нашей традиции должны воспитывать кто? Родичи. Это деды, бабки, прабабки, прадедки. Уж они точно никакой дряни своим внукам, прамнукам не навяжут. Так же? Вот это наша традиция. Вот тогда будут этическо-нравственные основы какие-то. То есть, вы слышали о том, что ученые официально заявили, что найден ген духовности? Слышали об этом, да? То есть, мне нужно объяснять, что это такое. Так вот, как раз этическо-нравственные основы как раз родичи и будут давать. Если там чужие люди, а им зачем это нужно? Так же? А родичи, они как раз эти основы и будут передаваться. Только своим родичам. Это обязано стариков. В нашем народе так говорят. Первый ребенок, это первый внук. Слышали такую поговорку? Если мужчина ставит цель воссоздать именно родоплеменной строй, вот тогда он настоящий семьянин. То есть, вот это и есть ответственность. Спасибо.